Апостол Павел О временах и сроках и о приходе Иисуса Христа. Ну вы наверное знаете этот текст, я думаю, что даже не буду читать его полностью. Помните этот, о временах и сроках нет нужды писать, во братья, когда будет говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, но вы не во тьме, чтобы день застал вас, как так, мы во свете. Здесь апостол Павел обращается к еще одной проблеме. К еще одной проблеме. Дело в том, что фессалоникисты не только беспокоились об умерших, они беспокоились о себе. Они думали, если придет Христос, буду ли я готов встретить его? Ну о чем некоторые из нас думают. Я помню, даже в детстве нас так пугали. Мы такой хорошей христианской семье жили, ну и такие слухи распускали и говорили, что вот Христос придет, а ты смотришь телевизор, убежал к соседке телевизор смотреть. Не возьмешь, не возьмет тебя Христос, ты останешься на великую скорбь. Вот и мы так переживали, чтобы случайно не остаться на великую скорбь, когда Христос придет и застанет нас за каким-то непотребством. Вот и точно так же фессалоникисты переживали и размышляли, вот что будет дальше. Вот апостол Павел здесь пытается или проясняет ситуацию, связанную с будущим. Насчет будущего много есть споров и проблем. Возьмите книги по асхатологии, книги по откровению, вы увидите, как много проблем и как много толкоманий, связанных с будущим. Предтребуляционизм, посттребуляционизм, амиленализм и так далее, очень много терминов с этих связанных. И это все, наверное, нет нужды обо всем этом спорить. Вот я бы подчеркнул основные проблемы, на которые мы должны обращать внимание. То есть, если даже в вашей среде, братья, есть между собой споры по поводу будущего, вот это не так страшно, надлежит быть разномыслием. Но вот три пункта, по которым вы можете определить еретика. Вот если кто-то говорит, что воскресения не будет, с таким даже спорить нет смысла. Это уже явные противоречия Библии. Если вы будете спорить о мид или предтребуляционизме, ничего страшного, хотя лучше заняться чем-то более полезным, нежели спорить. Но вот если кто-то отрицает воскресение, это еретик. Если кто-то говорит, что Христос не придет, например, некоторые говорили, что Христос уже пришел, это еретик. Если кто-то говорит, что Христос придет в такой-то день, это еретик. Вот эти три пункта, по которым у нас уже не может быть споров. Это ясно, что речь идет о какой-то ереси. Если кто-то отрицает воскресение наше, кто-то отрицает приход Христа или говорит, что Христос придет в определенный день. Ну и вы знаете, такую ересь, например, можно найти у так называемых свидетелей Еговы. Вот когда они рассчитывали приход Христа в 1874 году, потом Христос не пришел, и они поменяли расчеты и сказали в 914. Когда Христос не пришел, они сказали, что Христос пришел духовным образом. Он воцарился в небе, вошел в небесное святилище и так далее. Ну и апостол Павел опровергает такие вот идеи. Некоторые фессалоникийцы тоже так думали. Некоторые думали, что Христос уже пришел, а они даже не знают об этом. Вот некоторые думали, что Христос вот-вот придет и бросили работу и так далее. Вот и апостол Павел вот обличает эти заблуждения. И вот здесь апостол Павел вот такой очень интересный отрывок пишет. Пятая глава, это четвертая проповедь наша по плану, призыв к бодрствованию. Он пишет увещевание фессалоникийцам, и я бы ему поделил вот эту тему проповеди, изложил бы в трех пунктах основных. Первая, это пятая глава с 1 по 11 стих. Первый пункт был бы неверное решение, попытка узнать о времени дня Господня. Второй пункт, правильное решение, постоянное бодрствование. И третий пункт, основание христианской надежды. Над чем основана наша уверенность, Божье определение и смерть Христа. Первый пункт, неверное решение, попытка узнать о времени дня Господня. Апостол Павел говорит, что тех, кто желает узнать о времени Иисуса Христа и сделать знание свое основанием ожидания, ожидает разочарование. Они никогда не узнают время пришествия, все равно пришествие будет для них внезапным и неизбежным. И высчитывать время прихода Господа, это занятие бесполезное, ненужное и неугодное Богу. И во свете первого фессалоникийца мы должны так понимать, второе пришествие. Мы должны ожидать Христа сегодня и жить соответственно. И второе, мы должны планировать жизнь так, как будто бы Христос не придет в течение нашей жизни. Вот совместить эти два понятия, ожидать его сегодня, но жить, планировать что-то и строить так, как будто бы Христос еще и сегодня не придет. И вот когда мы будем проповедовать по этому тексту, мы будем объяснять некоторые термины. Помните, мы делали историко-культурный анализ, лексический, например, времена и сроки. Вот мы объясним этот термин, что значит времена и сроки. И они хотели знать, фессалоникийцы, точное время пришествия Христа. Я думаю, это не было просто любопытством, почему они хотели знать. Они хотели подготовиться. Они думали, ну если мы знаем, когда придет, ну когда мы знаем, когда приедет начальник, там или дети знают, что родители приедут, они все наведут порядок, будут ожидать, все красиво и хорошо. Так и они хотели. Но апостол Павел говорит, что проблема не в том, знаете ли вы или не знаете. Это вообще никто и не может знать. И об этом не надо думать. И он говорит, вы сами достоверно знаете. Что вы знаете? Я бы так перевел. Вы знаете, что ничего не знаете. Вы знаете, что день тут придет как тать ночью. Что такое тать? Кто такой? Вор. Неожиданно. Вор не посылает нам открыточку, там предупреждение. В такое-то время, такого-то числа я собираюсь залезть через такое-то окно и похитить дорогоценности, которые ты спрятал там в шкафу, вот на той-то полке под одеждой. Вор об этом не говорит. Вор приходит внезапно. Как тать ночью. Ну и как тать ночью это не говорит о том, что Христос придет ночью. Это сравнение. Для сынов тьмы это будет ночь. Но для сынов дня мы же во дне живем. Неважно, спим мы или бодствуем, мы живем во дне. Для нас пришествие это будет долгожданным. День Господень придет для нас, ну как радостный день. И здесь он использует апостол Павел слово день Господень. Но вы знаете, что слово день это не просто 24 часа или такой 12-часовый промежуток времени. День Господень это такой эсхатологический промежуток времени или какой-то период времени, в течение которого Господь своих целей достигает. Господь начинает творить будущее, свои цели. И он говорит, когда будут, апостол Павел пишет, когда будут говорить мир и безопасность. Кстати, древние римляне, римские императоры утверждали, что они установили мир и безопасность. Вот, пакс эк секюритас, на латинском, они говорили. А в греческом эти слова интересно звучат. Эйрене, кай асфалея. Эйрене это ирина, буквально слово происходит, да. Мир, покой, благоденствие. И асфалея, асфальт, что-то надежное, твердое. Люди будут думать, что они в полной безопасности. У них все просчитано, продумано, противоракетные системы обороны и так далее, и так далее. Вот, у них все будет надежно. И он говорит, тогда постигнет их пагуба, как имеющая, подобно как мукородами, постигает имеющую в очреве и не избегнут. Вот, они будут наслаждаться временем мира, но, к сожалению, для них все будет кончено. Я как-то был на берегах Англии, на восточном побережье, да, на западном побережье Англии, и там есть такие пески. Вот, когда смотришь на них во время отлива, ну, просто вот пески, и там где-то вдалеке море. И некоторые люди, кто не знает об этом, там были трагические случаи. Они ходили гулять, эти пески, такие плучи, да. И они заходили далеко, где-то от берега, километр, зайдут, гуляют, где-то ракушки собирают, или креветки, что-то такое, что там выбрасывает море. А потом начинается прилив. Но приливы начинаются не так, чтобы вот волны бежали сюда, а снизу начинает вода прибывать. И пески становятся вязкими такими. И человек в какой-то момент начинает осознавать, что он не может уже вытянуть ногу. И он пытается бежать, и не может. И он может быть недалеко от берега, он утонет. И такие случаи трагические были, если кто-то не знал и вот уходил в эти пески. Я думаю, что вот здесь иллюстрация хорошая, что может быть для тех, кто не знает Бога, кто противится Ему со временем пришествия. Это будет неожиданно. А для сынов света нет. Кстати, для нас вообще это не будет таким уже неожиданным, потому что в Библии есть много знаков. И верующие же наблюдают за знаками, верующие читают Библию. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Итак, первый пункт. Неверное решение. Попытка узнать о времени Дня Господня. Мы этим не занимаемся. Верное решение. Второй пункт. Правильное решение. Постоянное бодрствование. Мы не знаем времени пришествия, но мы можем бодрствовать. Вот здесь мы выиграем. Времена и сроки это его дело. Наше дело бодрствовать. Наше дело бодрствовать. И мы готовимся заранее к пришествию Иисуса Христа. Мне нравится пример об одном шотландце, когда он умирал и его стали утешать и говорить о том, чтобы он не боялся смерти. Он говорит, не беспокойтесь, друзья, я крыл крышу моего дома, когда погода была теплой. Я заранее думал об этом. Я готовился. Сейчас, когда умираешь, уже поздно. Вот я обо всем этом позаботился заранее. Не нужно спать, нужно бодрствовать. Здесь слово такое употребляется. Грегоромен. Бодрствуйте. Это имя Григорий. Григорий означает бодрствующий. Вот здесь греческое слово употребляется, которое говорит о бодрствовании. Что мы бодрствуем, мы трезвимся. То есть неверующие пьянства, заботы, сон. Верующий пробужден. Он думает, он готовится. Он не в пижаме, он в броне. В броне праведности. Он ожидает Господа Иисуса Христа. Вот это правильное решение. О времени пришествия мы никогда не узнаем. Но мы можем постоянно бодрствовать. И далее, вот какое же основание или христианской надежды. На чем основана наша надежда и уверенность в приходе Иисуса Христа. Здесь я бы три пункта таких отметил. Первое. У нас другая природа. Апостол Павел говорит, что вы сыны света. То есть вы совсем другие люди. Это сыны тьмы. Вы сыны света. Вы принадлежите Богу. Вы совсем другие. Вы не такие, как другой мир. Как люди в этом мире. Я помню, один наш студент как-то встретился с другим молодым человеком. Беседовали с ним. И тот молодой человек похвалился и говорит, Я учусь в Академии Управления Препрезиденте Республики Беларусь. Ну а наш студент думал, ну как бы так ответить ему достойно. Вот и потом решил, говорит, ну а я учусь в семинарии при Боге. Вот. Ну это было действительно солидно. Мы при Боге, братья. Мы другие. Мы с Богом. Мы при Боге. И Господь с нами. Вот первое. У нас другая природа. Вот здесь в третьем пункте. Вот три подпункта. Я здесь их не написал. Но можно отметить. Три подпункта. Первое. Другая природа. Второй подпункт. У нас другое поведение. У нас не только другая природа. Но если у нас другая природа, мы себя винем иначе. Мы не такие, как этот мир. Мы бодствуем и трезвимся. Мы не так себя ведем. Конечно, мы несовершенны. Конечно, многие обвинения, которые дьявол выдвигает против нас, истины. Это так. Но мы спасаемся смертью кровью Иисуса Христа при своем несовершенстве. Даже если мы были бы самыми хорошими, мы все равно недостойны Его. Даже, ну, я вам рассказывал, что, например, я боялся, если я делаю что-то непотребное, Христос придет. Ну, а скажите, если я читаю Библию, там или молюсь, и Христос приходит, разве я достойн Его? Даже в этом случае. Что такое моя праведность? Запачканная одежда. Даже в этом случае я недостойный. Я спасаюсь Его кровью. Я стремлюсь только к совершенству. Моя праведность ничто. Но, тем не менее, апостол говорит, у вас другое поведение. Верующий это не тот только, кто называется таким, кто себя ведет иначе. И третье, вот подпункт, в чем основание. У нас другое предназначение. Мне так нравится брать этот стих. Здесь говорит девятый стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, а к получению спасения. У нас другое предназначение. Христос во второй раз явится для ожидающих Его во спасение. Христос определил нас ко спасению. Вы представляете, как это радостно? Не то, что мы делаем, в конце концов, не зависит от нашего поведения, но от того, что сделал Христос. Что сделал Христос. У нас другое предназначение. Поэтому мы заканчиваем проповедь взаимными словами ободрения. В заключении апостол Павел об этом говорит. Увещевайте и назидайте друг друга, как вы и делаете. Мы друг друга ободряем. Ободрись, брат, Христос придет. Ободрись, брат, у тебя другое предназначение. Иисус Христос тебя любит. Иисус Христос хочет тебя спасти. И мы ободряем друг друга. Вот так, как ободрял апостол Павел верующих в Фессалониках. Иисус Христос. Субтитры сделал DimaTorzok